Если вы когда-нибудь видели пост на Facebook, в котором говорится что-то вроде «Я чувствую, что беспокою людей просто потому что жив», то вы точно знаете, как выглядит романтизация плохого психического здоровья. То есть, когда человек пишет такое, то это не крик о помощи. Это романтизация депрессии. Ну что? Ну что за подозревание? Я просто видео снимаю, мы вообще никуда не двигаемся, ничего не делаем. Ты misinterpreting. Всем привет, меня зовут Ника, а сразу же пошла. Сегодня я хочу поговорить с вами о романтизации депрессии. Как о самой романтизации, так и о понятии романтизации. И это будет очень интересное видео, потому что нынче романтизации депрессии называют все подряд. Дисклеймер. Симптомы депрессии включают повышенную утомляемость, апатию, беспричинную грусть, неспособность радоваться вещам, которые раньше приносили удовольствие, чувство вины, снижение самооценки, трудности со сном, изменения в пищевом и сексуальном поведении. Депрессивные расстройства могут иметь как легкую, так и тяжелые формы. Если вы подозреваете депрессию у себя, по возможности обратитесь к психотерапевту. Спонсор выпуска – сервис Ясно, в котором можно подобрать себе проверенного специалиста, с которым вы будете заниматься онлайн из любого города. В депрессивном состоянии тяжело заниматься любыми делами, в том числе поиском специалиста, который поможет. В Ясно этот момент учтен. При регистрации достаточно выбрать из списка симптомов те, что актуальны для вас. Например, тревожность и упадок сил. А дальше алгоритм сам предложит наиболее подходящих психологов и даже покажет в процентах, насколько тот или иной специалист вам подходит. Общаться можно будет по видеосвязи, по телефону, планшету или компьютеру. То есть вам не обязательно даже выходить из дома. 50-минутная сессия в Ясно стоит 2850 рублей, а по моей ссылке в описании у вас будет скидка 20% по промокоду никсельпиксель на первую сессию. Этот промокод нужно ввести при регистрации. Поводом для этого видео стал пост в инстаграме «Фонды нужна помощь». Сразу скажу, что инстаграм у них хороший, многие посты мне очень нравятся, а этот не понравился. И я сначала думала, может быть, мне обсудить этот пост, но не рассказывать, кто его написал. Но потом я подумала, что это будет пассивно-агрессивно. И лучше я как бы открыто скажу, что вот, они написали этот пост, и я бы хотела его покритиковать. Мне кажется, так гораздо конструктивнее. Плюс вы прекрасно знаете, что я очень поддерживаю эту организацию, постоянно просто. И что моя критика будет из позиции хорошего и поддерживающего отношения к ним. Давайте прочитаем пост. Вчера был день борьбы с депрессией, и нам показалось важным сделать карточки о том, что депрессия – это серьезное расстройство, а не грусть, хандра или усталость. В последнее время тема психологии и психиатрии стала очень популярной. Стали появляться блоги людей, которые пишут о жизни с тем или иным расстройством. И это отлично. Но в то же время популяризация иногда приводит к тому, что кто-то начинает выдумывать себе заболевания, которые может диагностировать только врач. Еще у этого поста есть карточки. Не депра, а депрессия. У нас может снижаться настроение, мы можем грустить, злиться, уставать. Могут быть дни, когда мы не хотим ничего делать. Это нормально. Но есть те, кто называют это депрессией. А это в корне неверно. Например, я вчера рассталась с парнем, и у меня депра. Такие выводы не имеют ничего общего с настоящей депрессией. Депрессия – это не какое-то разовое снижение настроения или состояние, в котором мы грустим. Это психическое расстройство, подтвердить которое может только врач-психиатр. На волне психпросвета и интереса к ментальному здоровью некоторые начинают говорить, что у них депра. Потому что таким образом хотят привлечь к себе внимание и стать особенными. То есть происходит некоторая романтизация психических расстройств. Психические расстройства – это не тот способ, которым классно привлекать к себе внимание и становиться каким-то интересным. С другой стороны, ситуация, в которой у каждого второго депра, приводит к обесцениванию расстройств и стигматизирует тех, кто от них страдает. Да у вас у всех депра, просто свободного времени слишком много. Важно понимать, что депрессия – это расстройство, которое диагностируется и лечится психиатром, врачом, психотерапевтом. Нам кажется, не стоит приписывать себе что-то, чего нет, и бросаться фразами о том, что у вас депра. А если вы подозреваете у себя депрессию, то вы можете обратиться за помощью. Это не стыдно. Сразу хочется приступить к выражению своего мнения, но давайте начнем с анализа. Во-первых, давайте посмотрим, как тут определяется романтизация депрессии. Романтизация депрессии – это когда человек со снижением настроения, грустью, злостью, усталостью и днями, когда ничего не хочется делать, называют свое состояние депрессией или депрой, потому что хотят привлечь к себе внимание и стать интересным. И приводится пример. Я вчера рассталась с парнем, у меня депра. Во-вторых, давайте посмотрим, почему это плохо, согласно этому посту. Романтизация – это плохо, потому что тогда у каждого второго депра, и это обесценивает расстройства и стигматизирует тех, у кого эти расстройства есть. И тут приводится пример. Да у вас у всех депра, просто свободного времени слишком много. Сразу хочется сравнить эти примеры. В первом примере человек описывает свое состояние, возможно, используя неправильные термины. А во втором случае человек описывает состояние другого, при этом прямым текстом обесценивая его. Как вы думаете, это одинаковые примеры, и они одинаковым образом соотносятся с психофобией? Я считаю, что нет, что эти примеры абсолютно разные, но преподносятся они как одинаковые, как бы сходные примеры одного и того же явления. Сейчас я объясню, почему я так считаю. В основе психофобии лежит представление о том, что есть нормальное здоровое психическое состояние, а есть нездоровое, ненормальное и плохое. Оно хуже. И как следствие, люди, которые воспринимаются как ненормальные, выталкиваются из общества. Общество всячески им показывает, что оно их не принимает. В таком контексте становится стрёмно говорить, что у меня есть психическое расстройство. Потому что психическое расстройство становится клеймом или стигмой. Исторически стигма — это клеймо на теле раба или преступника в Древней Греции. Если у тебя есть стигма, на тебе как бы поставлен крест. И люди делают всё, чтобы этого избежать, а также используют эту нежелательность для манипуляций. Например, ты же не хочешь, чтобы тебя считали психом? Тогда иди в школу, иди на работу. Или это используется для того, чтобы убрать неудобную проблему. Потому что если у твоего коллеги, сотрудника, ребёнка, партнёра депрессия, то это требует от тебя каких-то действий. Даже если это просто сочувствие или поддерживающий разговор. В таких случаях люди обесценивают это. То есть говорят, что в этом нет ценности. Это неважно. Проблемы нет. И пример у вас всех депра... Вот этот. Для меня это отличная иллюстрация такого. Нет депрессии — нет проблемы. Всё, беги. Первый же пример, где девушка говорит о том, что она рассталась, и у неё депра, мне кажется, более такой тонкий и интересный. Мне кажется, что он невозможен в обществе, где вообще не говорят про депрессию. Я думаю, что он возможен в обществе, где депрессию обсуждают, где она на слуху, и где люди говорят, что это серьёзно, и надо это лечить, нельзя оставлять без внимания. И поскольку депрессия — это что-то серьёзное, то люди могут использовать это для того, чтобы к их состоянию отнеслись серьёзно и оказали им внимание. Надо ли оказывать людям внимание и относиться к их состоянию серьёзно? Да, отсутствие нормы поддерживать друг друга и серьёзно, внимательно относиться к ментальному состоянию других людей. Это причина психофобии или её следствие? Мне кажется, очевидно, это следствие. И я хочу ещё привести вам пример про причину следствия, чтобы вы получше поняли, что я имею в виду. Из-за того, что вы говорите «мисяки», менструация стигматизирована. Из-за того, что менструация стигматизирована, вы говорите «мисяки» и стесняетесь сказать слово «менструация». Первое высказывание — это хрень, в которой ответственность за дискриминацию переносится на людей, которые этой дискриминации подвергаются. А второе высказывание, мне кажется, корректное, потому что в ней стигматизация менструации используется как большая влиятельная причина, по которой люди боятся использовать эту терминологию, связанную с менструацией. Мне стало интересно, а как другие люди описывают романтизацию и депрессию? В постах, статьях. Как они её определяют? Романтизация депрессии стала культурой, особенно среди подростков, когда стремление привлечь к себе внимание стало чем-то, к чему прибегают многие. Не так давно проблемы с психическим здоровьем подвергались стигматизации. Люди боялись признаться, что страдают от тревожного расстройства или депрессии. Теперь мы уходим от стыда, сопряжённого с признанием о том, что у нас психическое заболевание. Однако, может быть, некоторые люди зашли слишком далеко? Значительное количество людей в настоящее время романтизирует психическое нездоровье. Наличие тревоги, депрессии или другого расстройства в наши дни почти желанно. Если вы когда-нибудь видели пост на Facebook, в котором говорится что-то вроде «Я чувствую, что беспокою людей просто потому, что жив», то вы точно знаете, как выглядит романтизация плохого психического здоровья. То есть, когда человек пишет такое, то это не крика помощи. Это романтизация депрессии. Это не что-то, чему нужно порадоваться, потому что человек не страдает втихую и не делает какие-нибудь стрёмные вещи втихаря, а пишет об этом открыто и позволяет нам как-то отреагировать, поддержать, прийти на помощь. Нет. Это не что-то, чему нужно радоваться. Это что-то осуждаемое. Что-то, что нужно назвать романтизацией. Иуу. Окей, гуглим дальше. Проблемы с психическим здоровьем реальны. Тем не менее, новое поколение более открыто предполагает, что страдать от панических атак – это мило, и что если у вас развивается расстройство пищевого поведения, вы трагически красивы. Дайте догадаюсь. Эти выводы сделаны на основе постов. Будьте со мной бережны на вечеринках. У меня anxiety. Про использование расстройств для того, чтобы к твоему состоянию отнеслись серьезно, я уже поговорила. Но осуждать второе про РПП, мне кажется, это просто жесть. Когда у людей РПП, они могут считать себя трагически красивыми. Как бы это одно из проявлений РПП. Людям, с одной стороны, кажется, что они приближаются к идеалу красоты, но с другой стороны, они никогда, никак до него не доходят, не приближаются, и мы от этого хуёво. И они в том числе делятся фотографиями для того, чтобы получить извне от других людей валидацию про их внешность. Короче, это не романтизация, а просто само расстройство. Для меня этот пример выглядит так. Психические расстройства реальны, но симптомы психических расстройств это романтизация. И людей с психическими расстройствами в интернете нет. И посты о своём состоянии или посты, которые являются симптомами своего состояния, они делать не могут. Такого не существует. Так, что ещё люди с депрессией делать не могут? Песни, написанные о депрессии и печали, настолько прекрасны, что слушатель хотел бы оказаться в такой позиции. Перевожу. Людям с депрессией нельзя писать песни. Слушателям нельзя узнавать свой опыт в песнях и получать таким образом валидацию и поддержку. Возможно, единственную валидацию и поддержку в их жизни. Потому что родители дома говорят «Да у вас у всех депра! Просто свободного времени слишком много!» У Tumblr очень плохая репутация романтизации психических заболеваний. Я читала статью из The Atlantic под названием «Социальные сети переопределяют понятие депрессия» и в ней говорилось обо всех группах, тегах, фотках и так далее. Эти части Tumblr стали настолько плохими, что при поиске депрессии в качестве тега появляется дисклеймер, в котором пользователю предлагается обратиться за помощью, если он или кто-то, кого он знает, страдает от депрессии. Настолько плохим, что людям советуют обратиться за помощью. Вы представляете? Опубликовано так много черно-белых фотографий, на которых изображены люди, причиняющие себе вред или плачущие, с красивыми цитатами на них. Депрессия дошла до того, что ее воспринимают как нечто, что делает вас красивым и таинственным. Некоторые люди даже говорят, что у них прекрасное страдание вместо депрессии. Но нет ничего прекрасного в том, чтобы ненавидеть себя. В желании умереть нет ничего прекрасного. Это бредовое чувство должно быть вычеркнуто из вашего словарного запаса. У нас уже есть опыт интерпретации. Мы закаленные. Давайте начнем. Во-первых, черно-белые фотографии это один из индикаторов депрессии. Не единственный. По нему нельзя однозначно ставить диагноз. Но это один из индикаторов. И об этом есть исследование. Ссылочка в описании. Результаты такие. Люди с депрессией размещают фотографии, которые в среднем более голубые, темные и серые, чем те, которые размещают люди без депрессии. И мне кажется, это очень странно направлять раздражение, вызванное обилием черно-белых постов на людей, которые, скорее всего, с депрессией. Эй, вы психи. Вас слишком много. Везде ваши посты. Во-вторых, мне кажется, что все эти критиканы черно-белых постов и романтизации включают в свои вот эти тексты очень много собственных смыслов и интерпретаций. Например, депрессия дошла до того, что ее воспринимают как нечто, что делает вас красивым и таинственным. То есть, человек смотрит на черно-белые фотки и думает «Ммм, да, красиво и таинственно». Или «Чтение любой дерьмовой цитаты на красивой картинке выглядит очень вдохновляюще». Эмм, чел, красиво и вдохновляюще это то, что ты видишь. Это буквально твоя интерпретация, потому что на картинке не написано красиво и вдохновляюще. В общем, во всей этой критике часто описаны не факты, а интерпретации наблюдателя. А что происходит по факту? По факту наблюдатели описывают посты людей с ментальными расстройствами и трудностями и шеймят их, ругают их за самовыражение, за крики о помощи, за описание своего состояния и просто за их симптомы. И я лично за всем этим осуждением чувствую такую вот мысль, что интернет для здоровых. Не постите свои черно-белые картинки, это вредно. И не страдайте РПП. Вы скажете, Ника, ну неужели во всех этих текстах действительно нет романтизации? Неужели и романтизации не существует? Есть и существует. Когда люди описывают свое или чужое состояние как что-то хорошее, красивое, что-то, что позволяет им заниматься творчеством, что-то, что является признаком гениальности, что-то, что позволяет им тонко чувствовать мир, то это романтизация этого состояния. И мы можем заниматься романтизацией, но из этого не следует того, что у нас нет депрессии или вот этого состояния, которое мы романтизируем. Если мы романтизируем расстройство, это не значит, что у нас нет этого расстройства. И когда кто-то говорит, у меня депрессия, поэтому я пишу красивые песни, мы не знаем, кто перед нами. Человек с депрессией, который романтизирует свою депрессию или человек без депрессии, который романтизирует депрессию. Мы не знаем, потому что, в конце концов, мы же не врачи, ведь депрессию может диагностировать только врач. Как так получается, что расстройства одновременно со стигматизацией начинают романтизироваться? Романтизация психических расстройств это не что-то новое, у этого есть довольно длинная история, и с этой частью видео мне помог Паша. Например, в эпоху возрождения меланхолия считалась признаком гениальности, а в конце девятнадцатого века примерно то же самое связывали с неврастенией. На это большое влияние оказала книга известного врача и писателя Макса Нордау под названием Вырождение или The Generation. Люди, которые смотрят CounterPoints, могут узнать знакомое слово. В своей книге Нордау говорит о моральном разложении общества и приводит в пример ведущих писателей, художников, мыслителей того времени. Он критикует их за дегенеративное искусство и объясняет его психическими расстройствами. Типа они истерики, неврастеники, поэтому они вот это дегенеративное искусство и создают. Но после публикации этой книги она начала служить руководством для подражания вот этим людям, кого Нордау критиковал. Типа люди читали эту книгу и такие «Блин, я хочу быть как Оскар Уайлд, хочу быть неврастеником» или «Если я неврастеник, может быть, я следующий Оскар Уайлд». И да, эта романтизация и механизм, по которому она сформировалась вокруг неврастени, довольно понятен. Известные художники и писатели крутые, их описывают как больных, больным быть круто. И если мы осуждаем романтизацию, то кого мы будем в ней винить Макса Нордау или тех, кого он описывал неврастениками и невротиками или тех, кто пытался им подражать. Мне кажется, очевидно, что золотой кубок по вине забирает Нордау. Потому что он и связал способность к искусству с психическими заболеваниями, из-за чего и возникла вот эта последующая романтизация. И может быть, вы бы хотели дать серебряный кубок тем, кто подражает своим героям и приписывает себе расстройство. Но, если честно, я вообще не понимаю, почему нам нужно их винить в чем-то, даже если они каким-то образом занимаются вот этой романтизацией. Потому что, ребят, если честно, если бы я думала, что депрессия есть у всех подряд, что это вообще супер распространенное и нормальное, то мне было бы гораздо легче свою депрессию принять, а не отрицать, потому что, ну, депрессия это что-то такое редкое, что-то такое прям совсем-совсем плохое, прям, ну, совсем-совсем. Мне это просто, наверное, грустно. теперь насчет фильмов. Конечно же, в фильмах масса романтизации. Например, в Джокере, где главный герой перестает принимать таблетки, сходит с ума, непонятно, что именно с ним случается, вот я обожаю, когда в фильмах просто сходит с ума, и это позволяет ему наконец-то противостоять обществу, истеблишменту, и начать вот бороться, короче, с ним, с несправедливостью. Типа, прекращение приема таблеток его empower it. Также я читала об эстетизации суицидального поведения, например, в сериале 13 Reasons Why 13 причин почему. И также я видела просто очень много психофобии в фильмах, и просто некорректные репрезентации психических расстройств. Например, то, как диссоциативное расстройство идентичности показано в фильмах Шьямалана Split, вообще не соответствует реальности, было раскритиковано людьми с этим расстройством, в том числе за то, что фильм воспроизводит стереотипы о том, что это расстройство это что-то опасное, что это делает людей более склонных к насилию и маньячеству. И в фильмах вообще очень часто используют этот прием, когда психи это вот какие-то опасные люди. Он маньяк, он плохой, тогда как в реальности люди с психическими расстройствами в подавляющем большинстве случаев являются объектами насилия, а не его источниками. Исследовательница истории кино Анна Лис, с которой я поговорила при создании этого видео, также назвала такие фильмы, как Игры разума, Страна садов, Бенни и Джун. Это супер распространено, когда люди находят в своем расстройстве какой-то смысл, высокий смысл. Даже если человек ненавидит себя, то осознавать, что с тобой что-то не так и все очень тяжело, что это просто делает тебя никчемным, и в этом нет вообще никаких плюсов. Вот просто плохо и все. Когнитивно и эмоционально это очень тяжело, с этим очень трудно функционировать, поэтому наша психика ищет какие-то адаптивные механизмы. Психика вообще всегда это делает, всегда как-то пытается адаптироваться. Она может это делать экологично, не экологично, суть в том, что она постоянно вот это ищет, и романтизация это один из таких вот способов адаптации к этому состоянию. Это может быть копинг-стратегией. О, у меня затекли ноги. Очень много крутых мыслей про эти последствия написали люди в комментариях, поэтому я хочу вам прочитать. Первое. Обесценивание своего состояния и симптомов. Лучше популяризировать идею обращаться с психологическими проблемами за помощью, а не идею о настоящей и ненастоящей депрессии. Из-за такого поста человек может в очередной раз отложить свой поход к специалисту. То, что люди переоценивают свои состояния, это миф. Они их обесценивают в большинстве своем. На основе своего опыта хочу сказать да. Второе. Гейткиппинг. Когда тебя не принимают какую-то социальную группу, пока ты всячески не удовлетворишь всем критериям. Меня куда больше пугает тенденция, когда людей, которые говорят, что у них какое-либо расстройство, но не могут это подтвердить справкой, начинают травить. Это типа ах, у тебя депрессия, а чем докажешь? Нет доказательств? Тогда ты лжец. Вот не надо так. Это на самом деле куда хуже, чем приписывание себе неподтвержденных диагнозов. Классизм. Не у всех есть возможность дойти до врача. У меня в городе нет ни одного психиатра и психолога. Даже когда я переехала в Питер, у меня не было денег на врача, плюс ментальных сил, чтобы решиться на это действие. Своим постом вы обесцениваете тех, у кого просто нет средств и возможности получить помощь. Чекайте свои привилегии, когда пишите такие посты, пожалуйста. Молчание. Карточка про привлечь к себе внимание такая неприятная. Человек не знает, есть у него депрессия или нет. Иногда может делать предположение вслух, но эта карточка как будто говорит тебе, пока не сходишь к врачу, не привлекай внимания к своему состоянию, не сигнализируй. Чувство вины. В стигматизации депрессии виноваты не люди, которые подозревают у себя депрессию, а люди, которые со стороны начинают обесценивать их состояние и попытки привлечь к своему состоянию внимания. Мне кажется, что переносить ответственность, как вы делаете в посте, неправильно. Ну реально, представьте, что вы подозреваете, что у вас депрессия, оверополисите себя, ругаете себя за драматизацию, а потом читаете этот пост и думаете, бля, я себя ненавижу, а еще я врежу людям с депрессией? Ну бля, ну вот это я, ну вот это я говно. Сленг, мемы, романтизация, сокращение типа биполярка и депра, все это может исходить извне с целью унизить. Это может быть сделано с целью посмеяться, оскорбить, но копинг стратегии людей с депрессией и другими расстройствами тоже включает в себя шутки, мемы, романтизацию, сленг. Все это тоже делают люди, у которых есть расстройства. Они занимаются стендапом, они могут использовать слово биполярка и депра. Мы романтизируем свое расстройство, мы делаем мемы, мы шутим про это. Во-первых, потому что это про нас, а во-вторых, потому что есть такая штука, как юмор висельника, когда люди с помощью юмора справляются с тяжелыми всякими темами типа смерть, болезнь, война. Это совершенно нормальная вещь, которая возникает в стрессовых ситуациях. Мне очень понравился вот этот комментарий. То, что человек сокращает название своей болезни или, например, шутит над этим, не делает этого человека автоматически здоровым притворщиком. Другое дело, что публично так шутить не стоит, чтобы никого не задеть. Но отсутствие заботы о чувствах окружающих не доказывает выдуманность болезни. может быть, я кого-то удивлю сейчас, но с психиатрией и психотерапией в России не очень. Хороших врачей мало, а вероятность встретить плохого врача, который будет тебя обесценивать, унижать, очень большая, большая вероятность. И люди это знают и боятся идти к этим врачам. И также у них есть много таких страхов, типа там меня запишут на учет, поставят на учет и у меня будут проблемы с работой. То есть с одной стороны качество услуг низкое, с другой стороны есть очень много устаревших мифов и недопонимания. Неинформированность. Я захотела сделать это видео, потому что я не думаю, что в посте нужна помощь и во всех вот этих других постах описано романтизация депрессии. В этом посте описано некорректное использование термина, которое возможно использовано для того, чтобы к состоянию отнеслись серьезно, а также приведен пример обесценивания чужого состояния. Этот пост получился не очень бережным, но он все-таки лучше, чем те примеры, которые я привела после, но мне кажется, что этот пост встал в один ряд с многочисленными текстами, в которых под флагом борьбы с романтизацией происходит полиссинг людей, в частности подростков, которые и так подвергаются эйджизму и постоянным нападкам со стороны старшего поколения. Мне не нравится, когда понятие романтизации и депрессии используется для того, чтобы осуждать подростков за привлечение внимания, как будто привлекать внимание это что-то плохое. Мне не нравится, что это используется для того, чтобы осуждать присутствие людей с расстройствами в интернете. Мне не нравится, что это продвигает нетерпимость к их симптомам. И также мне не нравится, когда используют романтизацию депрессии для того, чтобы осуждать копинг-стратегии, которыми пользуются люди с расстройствами. В тех случаях, когда эти копинг-стратегии не оказывают прямого вреда людям. Да, если все подряд будут говорить, я пишу красивые песни, потому что у меня депрессия, то это будет не очень круто, но мне не кажется, что бороться с этим нужно с помощью стыда, с помощью шейминга, с помощью полисинга. Мне кажется, что гораздо лучше было бы заняться более широким информированием людей. Просто рассказывать больше, а что такое депрессия, а как это все, а что делать, а не говорить, ах, вы такие плохие, вы виноваты во всем этом. Я знаю людей, чьи копинг-стратегии включают в себя агрессию, нападки на людей в интернете, травлю. Такое есть. Это хуевые копинг-стратегии, а черно-белые фотки нет. Вместо того, чтобы ругать людей, мне кажется, что было бы гораздо конструктивнее и полезнее помогать им. Чтобы помогать, нужно знать, какие у людей есть проблемы. И мы знаем их. обесценивание, отсутствие информированности, отсутствие доступа к хорошей медицинской помощи или лекарствам, чувство вины. Проблем куча, а решений и поддержки мало. И мало просто сказать человеку иди к врачу. Когда мы не обсуждаем симптомы и все вот эти вот сложности, то это становится просто какой-то отпиской, просто каким-то политкорректным высказыванием, которое вообще не помогает. В общем, да, я сказала, что мне не нравится, почему, потом, что мне нравится. И я думаю, что на этом я закончу. Спасибо большое, что посмотрели это видео. Если у вас есть какие-то дополнения, то я буду рада почитать их в комментариях. Подписывайтесь на мой канал, а если хотите поблагодарить меня за создание таких видео, то можете подписаться на меня на Патреоне. За любую сумму вы получите доступ к нашему Дискорд-сообществу, а за сумму от 5 долларов попадете в титры в конце видео. Thank you! У-у-у! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...